Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте появились две новенькие участницы. Анна из Днепропетровска пришла к Андрею Черкасову, которого пока нет на поляне. Ей 25 лет, она телеведущая, не раз пересекалась с Андреем на разных мероприятиях. Настя пришла к Косте Иванову. Девушке 24 года, она из Питера, от прошлого брака имеет маленького ребенка. Настя, так же как и Саша Гозиас, на которую, кстати, внешне очень похожа, рассталась с мужем, надеясь на лучшие отношения. Руслана Мишина поведала, что Настя даже уже заселилась с Костей в одну комнату. Саша Гозиас покорно уступила ей свое место налобному и пересела от Кости. Новые девушки понравились коллективу, поэтому был поднят вопрос о рокировке. И в итоге проект покинула Женя Перец, хотя она и состоит в паре с Лешей Пироговым. Он ушел сначала вместе с нею, но позже передумал и вернулся на телепроект. Закончился суд над Мариной Африкантовой, который длился три дня. Марину признали виновной и отправили в изолятор на трое суток. Андрей Чуев пишет, Марину посадили в изолятор по обвинению в манипуляции участниками телепроекта. Целый год коллектив говорил, что Марина Амеба не может связать и двух слов. Сама не может принять решение. И вдруг Марина стала манипулятором? Это глупо. Эта абсурдная ситуация все больше и больше скрепляет нас. В свою очередь Андрей подал иск на Кристину Лисковец за то, что девушка была чрезмерно груба в драке по отношению к Марине. Кристина пишет, я извинилась перед Мариной. Мои извинения не приняли, значит, кто-то хочет воевать дальше. Только мы в этой войне не хотим участвовать. У нас есть любовь и это главное. Остальное нам не интересно. Также Андрей решил доказать зрителям, что он не забросил строительство. Он получает свидетельство о собственности земельного участка, на котором и начнется великая стройка. Андрей пишет, многие, наверное, подумали, что я забил на свою стройку. И многие уже обрадовались, что могут еще раз ткнуть в меня пальцем и плюнуть мне в спину. А нет, все идет своим чередом. Элла Суханова поменяла паспорт. Теперь она официально Трегубенко Элла Геннадьевна. Также девушка поменяла водительское удостоверение, с которым возникли сложности. Дима Дмитренко сделал долгожданное предложение Оле Рапунцель. И, конечно же, она согласилась. Сегодня Димочка привез нас с мамочкой на вертолетную площадку. Мы полетели на вертолете в красивое место, и там меня ждало самое важное событие. Дима мне сделал предложение. И я ответила тебе «да». Я люблю тебя. Оля Жемчугова категорически опровергла новости от редакции сайта Дом-2. В этих новостях говорилось следующее. Якобы Надя Соколовская призналась Ольге, что спала с Глебом в Саранске. И случилось это на второй день его пребывания там. Ольга пишет. Ложь и провокация, я в этом уверена. Надя просто побоялась уйти на рокировки и решила зацепиться за нашу семью. Сейчас, по словам Ольги, у них в семье царит мир, и они собираются на отдых все вместе. Федя Стрелков устроила для своей девушки свидание. Они катались на лошадях. Сегодня я осуществил маленькую мечту своей любимой. У нее очень хорошо получалось для первого раза. Крит и Большая молодец. Я не перестаю тобой восхищаться. Вместе мы сила. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.